Аэ, Кремонит. Это быстрый гайд по невероятно долгому выживанию на режиме пермаментной смерти в No Man's Sky, когда я решил наконец добить эти две ачивки в стиме и начало игру в пермадете. Я моментально умер раз 6, прежде чем начать нормальное прохождение без смертей. Специально для вас, чтобы вы не повторяли мои ошибки, я создал этот гайд. Также в описании есть тайм-коды определенных тем, которые могут тебе понадобиться. Погнали! Для начала покажу тебе старт игры. Как раз на этом моменте я умирал много. Так как ты спаунишься на неблагоприятной планете, фильтры системы защиты от природных опасностей у тебя начнут снижаться моментально. При сборе сканера и даже анализирующего визора иногда натрий рядом найти невозможно, что приводит к смерти. Но для этого есть решение. Сразу после спауна расщепителем добываем углерод для самого расщепителя. Где-то 300 хватит. После этого нужно срочно найти пещеру, которая уходит вниз. Спускаемся в нее и добываем кобальт. А если рядом есть камни с ферритной пылью, еще лучше. Кобальт и ферритная пыль нужны для ионной батареи, которая полностью восстанавливает систему защиты. 3 стака кобальта и 2 стака феррита мне хватило, чтобы создать примерно 80 ионных батарей. После этого можно возвращаться на поверхность. Теперь батареи будут тебя спасать от радиации, слэш-токсинов или температуры. Следующим рекомендую искать дегидроген. Он понадобится для геля системы жизнеобеспечения. Она тратится не так быстро, как защитная, но все же при долгом беге или полете вам несколько раз придется ее перезаряжать. Для геля нужен дегидрогенный гель и углерод. Его можно добыть из растений, как ты уже понял. Гель крафтится из 40 дегидрогена, а если ты не уверен в своих силах, предлагаю небольшой баг или фичу. Дегидрогенный гель при переработке в очистителе дает 50 единиц, на 10 больше, чем при крафте. Так за 4 переработки можно создать еще один гель, за еще 2 плюс 1 и так далее. Собрав достаточно геля, создавай гель системы жизнеобеспечения и все, ты свободен. Осталось только завершить стартовый квест, но тут никакой опасности нет. Чтобы выйти дальше, нам необходимо понять, что конкретно наносит урон и может выкинуть тебя на экран сохранения. Видов урона, к счастью, немного, так что я тебе быстро их опишу. Как я ранее сказал, есть урон от отказа систем, а также от падения, от физического урона по игроку или кораблю игрока. Все так просто. После того, как ты выбрался из этого адового обучения, я могу лишь дать тебе несколько советов. Первый. Купи систему улучшения кинетического щита, это сильно увеличит твои шансы на выживание. На момент записи видео, обновления Фронтиры, в игре присутствует баг, а в рейде кинетического щита С-класса порой оказываются сильнее С-класса. Их качество почти не меняется со сменой класса, однако проценты больше на щитах класса С. Я этого не знал и на своем файле закупил кучу дорогих С-щитов, а сильного эффекта это не создало. Каждый апгрейд имеет шанс получить два свойства, здоровье и щиты. Вот как раз щиты у зеленых от 90 до 94, а у желтых от 80 до 89. Советую брать тех, что дешевле, и просто надеяться, что тебе выпадет сразу два свойства. А если не выпало, знай, что тебе важнее защита, а не здоровье. Понимаю, звучит странно, но защита хотя бы регенерируется. Лучше проверьте на вики, если вы из будущего, а если нет, устанавливайте три щита в обычный инвентарь и три в инвентарь технологии. Таким образом они не создадут перегрузку. Следующее, о чем я хочу поговорить, заброшенные аванпосты. Никогда туда не заходи, прошу, не надо. Я понимаю, что ядра личинок и стоят хорошо, и могут быть переработаны в наниты, но все же это неравноценный риск. Вершина пищевой цепочки дамажит хорошо, а если на тебя нападут трое сразу, умрешь моментально, никакие щиты не помогут. После двух таких удачных смертей, я пошел смотреть информацию насчет этих монстров и наткнулся на пост, где был описан еще один баг. После какого-то апдейта их урон значительно возрос, и насколько я понял, в патчноутах это не упоминалось. Если я тебя до сих пор не убедил, и ты все-таки решаешь добыть легких деньжат, то дам направление. Фарминг при помощи постройки. Какие-то люди уже разобрались с проблемой атаки, просто ставив всякие стены вокруг скопления яиц. Но опять же, я вам категорически не советую добывать личинок. И для нанитов, и для юнитов есть более безопасные способы добычи, но об этом позже. Хочу упомянуть урон от падения, в теории о нем можно не беспокоиться, а на практике я так умер. Амгрейды системы джетпака тоже важны, советую ими закупиться. И до этого не падать. С изначальным запасом топлива ранца ты еле-еле сможешь восстановиться, если начнешь падать вниз. Но велика вероятность разбиться. Это ничего, если ты перебафанный щитами чел, но опять же, зависит от высоты. В самом начале игры, без всяких апрейдов, падение с высоты где-то 20 метров гарантирует смерть. Так что осторожнее с дебдешингом. Я в таких перелетах вниз отпускаю пробел и периодически его прожимаю, чтобы скорость падения не увеличилась. И я смог среагировать нажатием до падения. Под последний рывок я оставляю 1 четверть бака, мне хватает. Насчет урона по космическому кораблю. Либо я такой крутой, либо у No Man's Sky проблемы со сложностью искусственного интеллекта. В большинстве случаев мне не приходилось заботиться о здоровье корабля. Мои враги исчезали один за другим. А я выходил из битв невредим. Небольшой прикол, который тут может кто-то не знать. После уничтожения корабля остается капсула, в которой может находиться либо товар, но обычно леми или герыч, либо восстановление щитов. Просто убиваешь врага, подлетаешь к нему и берешь щиты, как настоящий вампир. Космические битвы не должны стать для тебя преградой. Но если ты все-таки б***ь, можешь выучить чертеж батареи для звездолета и установить апрейды щитов звездолета. Они как раз нормально работают. Базовые советы по выживанию у тебя есть. Теперь поговорим о вопросах, которые могли у тебя возникнуть. Валюта. Так как хороший способ заработка я тебе запретил, нужно предложить альтернативу. Мне известны два... нет, даже четыре способа получать деньги в бескрайней вселенной. Первый способ очень скучный. Межгалактическая торговля. Для этого понадобится сканер экономики, достать его очень просто. Замечал когда-нибудь, заходя в терминал, какие-то странные штуки, которые можно купить, но нельзя использовать? Они-то как раз и нужны. В каждой системе есть своя лидирующая экономика. Грубо говоря, то, что они производят. Этой каждой системе нужно что-то определенное от другой. И вся эта пирамида составлена как порядок боссов в мегамэне. Есть два круга. На какой сам ся... С четырьмя системами и с четырьмя. Тут как к душе угодно. Что нужно делать? Ищем процветающие тер-три системы с нужной экономикой. Летим туда. Скупаем те товары сверху. Летим в систему, которая требует этих товаров. Продаем. Покупаем товары этой системы. Летим в другую. И так по кругу. Буквально. Никогда этим не занимался. Но если туго с деньгами и ты любишь однотимную работу, вперед. Следующий тип заработка заключается в добыче Индии. Ну не конкретно Индии, но Индии тут самые прибыльные. Не вручную, а планетарным сборщиком. Устанавливаем технологию специально для поиска месторождений. Ставим там кучу машин. Солнечных панелей и телепорт. Теперь тебе доступен активный пассивный заработок. Каждый раз заходить туда, забирать Индии и продавать его. Даже ребенок разберется. Однако, если это не по тебе, могу приложить сборку товаров. Для этого потребуется открыть все, опционально, схемы товаров через планетарные заводы. Или купить за нанит в аномалию. Мне больше понравился второй вариант. Суть в чем. Соединяя некоторые предметы с другими, ты в разы увеличиваешь их стоимость. В качестве примера лови суперпроводник. Создается из полупроводника и обогащенного углерода. Полтора ляма за штуку. А потратишь ты на закупку материалов денег намного меньше. Так можно создавать вещи ценой в 15 лямов. Но мне достаточно суперпроводников. И вот четвертый, мой самый любимый. Где от тебя потребуется минимум действий. Получаем фрейтер, накупаем на него фрегаты и отправляем их в экспедицию. Изначально они не будут приносить много денег. Но, неожиданно для себя я обнаружил. Что количество фрегатов влияет на количество юнитов, которые они доставляют. Если при старте экспедиции я получал от силы 300к, то закупив всякого разнообразного говна в свой флот, я собираю минимум миллион за экспедицию чистыми деньгами. Они ведь еще и товар доставляют. Одновременных экспедиций на фрейтере максимально 5. Так что сломать интеджер юнитов, наняв миллион фрегатов, у тебя не получится. Такая жалость, я наврал про минимум действий. В каком-то смысле. Экспедиции требуют топливо, которое создается при помощи 200 дегидрогена и 200 третья. Эта проблема решается просто. На космических станциях можно купить дегидрогенный гель и третий. А если их нет, просто стоит найти планетарный торговый пост и поискать там. Наниты тоже по сути являются валютой, но тут особо не о чем говорить. Переработка платины и пугни является очень неэффективной. Советую просто ходить по планете, чинить всякую сломанную хреновину, из которой может выпасть обгрейд какой-либо системы А или С класса. Жижи с присосками на голове и грудь дают наниту за прогресс в игре. У них я когда-то получил полтора косаря, хз за что? Кхм, вопрос номер три. Оружие. Нам ведь понадобится оружие для выживания в этом пустынном космосе, да? Да? Нет, не понадобится. Ни мультитул, ни корабль не требуют необходимых улучшений. А причина проста, кто тебя атаковать-то будет? Стражи? Они почти ничего не наносят, избежать от них легко. Хищники? Да то же самое. Верхушка пищевой цепи? О них мы тут не говорим. Космические баталии проходят максимально легко даже на дефолт корабле, так что о боях можно не беспокоиться, но если хотите улучшить, всегда пожалуйста. Наконец, какой блин жопой добраться до центра галактики? Я думал гайд как раз об этом. Добраться на удивление просто, но невероятно нудно. Долгие путешествия варпом через систему. Я смог добиться дальности в 2500 световых лет на своем экзотике, но видел, что грузовые корабли с апгрейдами могут летать на 6к. Тут уж тебе как хочется. Стоит упомянуть и черные дыры. Они всегда отправляют тебя дальше, чем твой гипердвигатель. Увы, ценой возможности сломать технологию. Их можно найти, спросив у Пола в аномалии, или пройдя сюжетку Атласа, тогда черные дыры автоматически будут отмечаться на карте. Также у тебя есть мааааленькая возможность поймать гипердеру. Она приблизит тебя к центру на 300к световых лет, но на моей памяти таких не встречалось. А для тех, кто досмотрел до этого момента, самый кислый трюк из возможных. Как не умереть, если ты умер? Что? Когда ты умираешь, проигрывается анимация твоей смерти, до того, как тебе дают воодушевляющие слова какого-нибудь ученого слэш-философа. Все, что надо сделать в этот момент... Alt F4. Игра закроется, а при следующем открытии ты загрузишься с последнего сохранения. Но если ты правда решил так сделать, я тебя не уважаю. Если возникнут какие-нибудь вопросы, ты можешь написать комментарий. Я обязательно отвечу хоть на английском, хоть на русском. Если тебе помогло это видео, ты можешь поставить лайк. Это вряд ли поспособствует продвижению роликов, но еще как поможет морально. Stay sane и удачи стране. Ты найдешь нас, когда придет время. Zoom. Roll. Дела. Субтитры сделал DimaTorzok